Япония Я часто бываю в США, и у меня создается впечатление, что с каждым моим посещением этой страны я вижу все больше и больше очень тучных и ожиревших людей. А то, что число таких людей там растет, это официальные данные, но это уже начинает просто бросаться в глаза, потому что идет серьезный неуклонный рост числа людей с ожирением и избыточной массой тела. В России официальной статистики по ожирению нет, лишь приблизительные данные. 40% россиян имеют лишний вес, 20% ожирение. Доказано. Вкусовые предпочтения, как и личность, формируются в первые годы жизни. И если ребенка с младенчества кормить фастфудом, то это может стать единственной пищей, которую он будет употреблять. Привычка все время жевать появляется у американских детей с младенчества. Они рождаются приученными к быстрой еде. Сегодня американцы тратят на фастфуд 110 миллиардов долларов в год. Это больше, чем на высшее образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги, фильмы, журналы, газеты, видео и музыку вместе взятые. Фактически каждый день четверть населения взрослой Америки обедает в фастфуде. Вы можете посмотреть в Америке, произойдите в школу, которая похожа школа в России. Допустим, даже того же класса людей, того же образования, родители и дети, того же примерно района живут. Вы увидите, дети в американской школе, наверное, 40-50% детей толстые в этой школе. Если они не очень толстые, так они все равно полные. Вот в России вы этого не увидите. В России заведения быстрого питания появились 15 лет назад. И сразу стали пользоваться большим успехом. Расчет был сделан на детей, основных клиентов фастфуд-заведений. Игровые площадки, игрушки, клоуны, подарки. Все это яркое, красочное и желанное. Детей тянет туда магнитом. А гамбургеры стали считаться чуть ли не идеальной детской едой. Вкусно, удобно, есть, дешево. Ребятишки едят их очень охотно. Вы никогда не задумывались, отчего наши дети вдруг стали такими непоседами? В Америке мы видим, что очень много людей, дети на антидепрессантах сидят. В школе мы можем видеть, это просто эпидемия. Специальное лекарство дает, чтобы дети могли внимательно сконцентрироваться и слушать учителя. Приходит ребенок в школу, ему медсестра раздает таблетки, чтобы он мог сидеть и слушать учителя. Это невероятная вещь. Такого быть не можно. Это считается как норма. То есть потребление вот это вот через фастфудовскую кухню куриных ножек, лапок, крылышек, жареных, таких-сяких, привело к тому, что те гормоны, которые используются при производстве, при броненном производстве, ударили не по родителям по самим, которые, так сказать, вывели все это спокойно, а ударили по детям. И достигнув репродуктивного возраста, у них произошли гормональные сдвиги, нарушение работы иммунной системы. Там целый клубок разных вещей. И вот появление такого поколения, которое интенсивно набирает вес. Родители вводят детей в систему фастфуда, кормят их чизбургерами, гамбургерами и другими такими вещами быстрого приготовления по очень простой банальной причине. Им просто лень заниматься своими детьми. Намного проще отвезти куда-то ребенка, отпраздновать день рождения в какое-то такое место, всем известные варианты, чем приготовить самим. Я думаю, что при том количестве еды, жутко вредной еды, которая продается в магазинах, имеет смысл уже законодательно каким-то образом устанавливать наказание за рекламу этой еды, за геномодифицированные продукты, за чрезмерное употребление фастфуда, за доведение детей до того состояния, когда они становятся такими милыми шариками. Мне кажется, что надо привлекать к ответственности не только тех, кто производит такую еду, но и тех родителей, которые заставляют детей так питаться. На проблеме лишнего веса сегодня наживаются все, кому не лень. Бутылки и упаковки пестрят надписями «Лайт», «Без сахара», «Облегченная», «Ноль калорий». Боясь лишних килограммов, люди покупают напитки или продукты с заменителями сахара и зарабатывают куда более серьезные проблемы. Мы обманываем организм, обманываем его жестоко. Требуя сахар, организм хочет энергии. Природной глюкозы, фруктозы, других углеводов. Мы им отдаем сахарозаменитель. Сам по себе сахарозаменитель – это не решение проблемы. И большинство из заменителей опасны. Такие заменители, как цикломат – это достаточно вредные вещества для организма человека. И то, что они сейчас используются даже в детском питании при приготовлении кукурузных палочек. И в том числе призывают использовать аспартам. Аспартам – это сахарозаменитель, который якобы позволяет вам не набирать, так сказать, нужных калорий. И вот сахар – это вредно. Да без сахара нам хана. Для справки. Аспартам – искусственный подсластитель. Он приблизительно в 200 раз слаще сахара. Часто выпускается в виде таблеток, называемых сластилен. Сластилен не имеет запаха, сладок на вкус, хорошо растворяется в воде. В организме аспартам распадается на две аминокислоты и метанол. Аминокислоты являются составной частью белка. Они не опасны. Метанол же является токсичным веществом. Лучше бы человек кушал натуральные сахара. Это может быть мед, это может быть фруктоза, это могут быть любые сладкие продукты типа цукатов, но только не сахарозаменители.